Всем картавый привет дорогие друзья, с вами снова Паша Фриман и наконец-таки у меня дошли руки до нового видео из рубрики лучшие бои. В этот раз у нас будет бой на Моздоке за немцев, как вы видите у нас не совсем обычный гость, у нас немецкий КВ-2, довольно неоднозначная машина, так как многие из вас пишут в последнее время, что его занерфили, на нем невозможно играть вообще, КВ теперь стал полным говном. Я не знаю почему все так считают, я считаю что КВ-2 в принципе довольно хорошо сейчас играется, практически ничего не поменялось на самом деле, ну да конечно бетонобойные снаряды стали пробивать меньше, это факт, но я ими в принципе не стрелял никогда, я обычно стреляю обычными камерными снарядами, почему именно ими, а не фугасами например, так как в них практически такое же количество взрывчатки содержится как и в фугасном снаряде, при этом они имеют какое-никакое бронепробитие, которое равно вплотную 95 миллиметрам под 0 градусов разумеется, брони 500 метров 90 миллиметров, этого вполне достаточно, чтобы уничтожать практически всех противников на своем боевом рейтинге, этого более чем достаточно ребят, по поводу кстати взрывчатки, там написано что 3,8 килограмма, но в тротиловом эквиваленте там 5,9, а это даже еще больше чем в осколочно-фугасном, то есть это маленькая правочка для вас. Из минусов КВХ я могу отметить в принципе только наверное один такой очень серьезный минус, это его адовейшая перезарядка, так как на экспердах она составляет примерно 35 секунд, согласитесь это довольно много, 2 выстрела в минуту, это недостаточно для того, чтобы пвпшиться там с какими-нибудь танчиками, это нужен один точный, очень меткий выстрел, по противнику, который его гарантированно выведет из строя, ну или как минимум нанесет такие повреждения, после которых он не сможет воевать. Ну и что я делаю собственно на Моздоке, захватываю точку А и далее передвигаюсь на центр к точке Б, чтобы здесь принять участие в ожесточенной схватке мяса и вообще называйте это как вам удобнее, в общем еду в самую гущу событий на этом танке. Вообще сам по себе бой выйдет довольно интересный, я надеюсь он вам понравится, если что ребятки обязательно пишите в комментариях как вы считаете какой это бой получился у нас, хороший или не очень. И подъехав на точку Б, немножко тут поразведуя биноклем, я обнаруживаю, что этого самого противника здесь довольно много. Вижу перед собой 34-ку, по нему стреляет наш пазик, не пробивает его, я откатываюсь задом, закидываю ему и к сожалению не убиваю. Всего лишь казенник и двух членов экипажа я уничтожаю взрывом, причем, то есть я его не пробил, это именно взрывной волной от количества взрывчатки повреждения были нанесены. В общем в целом, друзья, по поводу того, что этот танк кстати премиумный, если что, кто не знал, да, то есть у него повышенная доходность и повышенное получение опыта, я советую ребят использовать этот танк в паре с кем-нибудь. То есть играйте желательно отрядом или взводом, как вам удобнее называть это, чтобы у вас был кто-то на прикрытии, потому что пока вы перезаряжаетесь, на вас может реально выехать несколько танков, или один даже танк, по которому вы просто не попадете, такой тоже случается, и вас заберет. Но здесь можно отметить второй плюс, на своем боевом рейтинге КВ-2 в принципе обладает довольно неплохой броней, у нас с вами, грубо говоря, со всех сторон по 75 мм, не считая зада корпуса, там у нас 70 мм, то есть со всех сторон у нас с вами 75 мм, если мы сделаем правильный ромб, нас будет довольно тяжело пробить, в том числе и КВ-2 противника, потому что мы довольно часто будем играть против Советского Союза. Кстати, одна из отличительных особенностей именно немецкого КВ, это более проплюснутая башня, по сравнению с обычным прокачиваемым КВ советским, и командирская башенка немецкая, в которую, кстати, очень хорошо камерники залетают, так что обращайте на это внимание, когда будете на нем играть. Ну и после перезарядки я вижу, что точку Б никто не захватывает, и я понимаю, что надо бы на нее заехать и все-таки захватить, заодно отстрелив тех, кто тут рядышком катается. Рядышком была вражеская 34-ка, которую, к сожалению, из-за бревен я не могу увидеть, поэтому мне пришлось немножечко отъехать. Точку мы уже захватили, все хорошо, и осталось просто добить 34-очку. Выкатывается штука, я такой а-а-а, и прям сверху над ним прокидываю снаряд в зад башни 34-ки и забираю его. И ухожу, разумеется, на КД. Также, друзья, хочу вам сказать следующее. Изучайте этот танк в ангаре. У нас в War Thunder есть замечательная возможность обстреливать танк прямо в ангаре. Называется анализ защищенности. Вы туда заходите, выбираете, какими снарядами, каким танком вы будете по нему стрелять, и проводите обстрел. Это нужно для того, чтобы понять, куда ему стрелять, в какие уязвимые зоны, потому что этот бой как раз-таки и покажет вам ту самую проблему, с которой столкнулись противники. Это не знание, куда меня пробивать. После перезарядочки я вижу, что около точки С тусит вражеский КВ, прицеливаюсь и кидаю ему в борт. Замечательно у нас заходит камерный снаряд. По-моему, по киллкаму я его не пробил как надо. Вроде как танканул у него замечательный волшебный бак, который танкует все на свете в этом КВ первом. Но взрывчатки у нас было настолько много, что все-таки взорвалось там все как надо. И танк был уничтожен. В ней стреляет в борт КВ первый, я откатываюсь назад, он меня не пробивает. Тем же самым топливным баком я и танканул, между прочим, в который я стрелял в вражескому КВ. Так что, друзья, эти баки боковые, они очень хорошо защищают КВшку. Как дополнительная динамическая броня, можно сказать, которую внутри только установлены. И после перезарядки я вижу, что на нас выкатывается квас и Т-34. И принимаю решение, что надо забрать именно Т-34, потому что она более маневренная и более опасная, чем квас является сейчас, в данный момент. Забираю его, кваса подстреливает штук, третий наш. И со второго выстрела его добивает. За что ему, конечно же, огромное спасибо, потому что, скорее всего, он меня начал бы уже нормальненько убивать. Но мне повезло, союзники в этом бою попались довольно хорошие. Далее, приезжая немножечко вперед, вижу еще одного первого КВ. Выцеливаю ему щеку. Бабаху я в нее не пробиваю вообще. Но при этом, повторюсь, камерный снаряд имеет столько же взрывчатки, сколько фугасный. Поэтому не пробитие. Все равно его взрывают, потому что взрывной волной мы пробиваем крышу корпуса и взрываем боекомплект. Далее мне начинает выбивать сзади Т-34 башню. Таки у него это получается. Экранированный Т-34 выносит мне заряжающего одного из двух. Я понимаю, что это как бы не очень хорошо сзади иметь танк вражеский. И начинаю просто сваливать как можно быстрее. Вторым выстрелом он мне тоже пробивает башню. Дает минус два. Три члена экипажа у нас остается в танке с общим количеством ХП примерно на двоих. Или там даже, может, даже на двоих не хватило бы. Ну и мне ничего не остается, кроме как ехать вперед и съезжать прямо в реку. Так как здесь я буду в относительной безопасности. Думал я так. После чего получаю в борт от КВ-хи первого, который меня не пробивает. Я понимаю, что пора танковать, крутиться, вертеться как только можно. Перезарядочка, как вы понимаете, с двумя с половиной членами экипажа очень-очень плохая. И быстрее мы стрелять с вами, к сожалению, не сможем. КВ-хи, благо, не знает, куда мне стрелять. И несколько выстрелов мне ничего не наносят. Ну а я после полной перезарядки прошибаю ему маску орудия. И мой снаряд сводится внутри его боевого отделения. Ну и меня начинают обстреливать дальше Су-76М. Какой-то еще, по-моему, танк по мне попал. Мне деваться уже некуда. Мне приходится опять сваливаться на воду. Максимально, короче, далеко от вражеских стволов. Куда-то поджиматься под какие-то скалы, под какие-то там холмики, чтобы меня не могли пробить. Мне убивают еще одного члена экипажа. И в итоге у меня остался полностью фуловый механик-водитель и красный-прекрасный наводчик. И на этом, ребята, все. То есть вот в таком состоянии мой танк будет воевать до последнего прям. И тут как раз-таки будет плюс этого КВ. Это его броня. Она как бы у вас есть, но как бы ее у вас нет. То есть вроде 75 мм могут пробить кто угодно, но при этом почему-то не у всех это получается. Ну, разумеется, если вас кинет против топов, да, то есть вы будете внизу списка воевать против 5.3. То есть там будут всякие Джамбо и всякие другие подобные интересные машины, типа Хэлкоты там и так далее, и так далее. Которые вас пробивают без особых проблем. 76-мм длинноствольные американские пушки нам просто разносят все налево-направо. Там понятно, КВ-2 не особо хорошо живет и не особо хорошо играется на самом деле. Но на своем бывом рейтинге, в принципе, все довольно хорошо. И тут у нас начинается долгое-долгое катание с вражеским КВ-2. То я там подкатываюсь с холмика, то он подкатывается. У него углов вертикального наведения не хватает. Я тоже, в принципе, не могу по нему никак выстрелить. То есть я катаюсь туда-сюда, я не понимаю просто, что делать, потому что подыхать не очень хочется. При этом хотелось бы как-нибудь затащить, потому что я люблю тащить. Вы это знаете, активный геймплей и все дела. Ну, в общем, это уже пройденная песня. Поэтому повторять про активный геймплей, я думаю, в этом ролике я не буду. Хотя и надо было бы. Далее я принимаю решение, что надо все-таки выкатиться, принять урон. Вдруг все-таки там союзники его подстрелят. Получаю в лоб башни снаряд. Он не выбивает казенник полностью. При этом я остаюсь, разумеется, живой. Пулеметиком начинаю его помечать. Стреляю ему в гусеницу, надеясь на то, что какой-нибудь наш союзник все-таки удумает в него пострелять. Я через бинокль замечаю того самого союзника, которому было пофиг. Которого не видел тут КВ-2. После чего, наконец-таки, он начинает по нему стрелять, когда он уже подъехал сзади меня. Я встаю на ремонт. Мне, в принципе, деваться уже некуда. Вообще ситуация безвыходная. То есть я не могу никуда уехать. Я встаю на ремонт. КВ-хи, по-моему, выбивают пушку. Вроде бы как, насколько я понял. Потому что он не стреляет. Я тут еле-еле верчу башни на ручных приводах. Пушками там все повыбивали. Весь экипаж поумирал. Вообще полная жесть творится. И, тем не менее, наконец-таки, пазик 4-й разбирается с этим КВ. Ну, а у меня проводится ремонт. И перезарядочка уже пройдена. После чего я замечаю вражескую СУ-122. Понимаю, что мне надо немножечко все-таки откатиться. А то она мне сейчас долбанет как-нибудь своим фугасиком, да? И я такой, хм, а что если потанковать задом? Потому что если мне долбанут в лоб корпуса, даже если не пробьют, осколки все-таки могут повредить мой недобитый, полудобитый экипаж. А вот если будут мне стрелять в зад корпуса, там уже может танкануть движок. В принципе, огнетушители у меня еще есть. И можно будет потушить пожар и выстрелить противнику в ответ. Соответственно, Сушка в меня стреляет. Не пробивает, потому что она на фугасах была. Ну, а я довольно таким хорошим метким выстрелом засылаю ему камерный снаряд в боевое отделение. После чего он, разумеется, уничтожается. Потому что, в принципе, мало кто может пережить выстрел с КВ с пробитием брони. И взрывом в боевом отделении. Ну, я понимаю, что как бы я, в принципе-то, особо-то и не жилец. И думаю, надо поехать прямо. Потом смотрю, что у нас захватывают точку А каким-то образом. Я не знаю, как туда пропустили противника. И думаю, блин, придется, наверное, возвращаться. Ситуация у нас довольно печальная. Потому что две точки под вражеским контролем. У нас кончаются очки. И другого выхода, кроме как сбить точку, у меня, в принципе-то, и не остается. Потому что наши союзники, разумеется, этого не хотят делать. Потому что, ну, то ли они додумались, то ли испугались чего-то, что им там танчик убьют, ой, им за ремонт придется платить. И так далее, и так далее. Поэтому я на своем недобитом инвалидном КВ-2 выдвигаюсь на точку А. Сзади, слава богу, по мне в этот момент никто не стрелял. Справа, как видите, была 34-очка. Я ее очень долго не замечал. После чего, разумеется, увидел. Она меня, кстати, тоже не увидела. Ну, я даю ему выстрел в двигатель. Не очень аккуратно получилось выстрелить. Но все же огромное количество взрывчатки дает о себе знать. И осколков было столько, что ему взорвало боекомплект. Ну, я продолжаю свое движение на точку А с целью ее захвата. Друзья, поэтому еще раз вам повторюсь. КВ-2 не говно, как все говорят. Ничего, его там не занерфили прям в щи, и невозможно на нем стало играть. Играется он плюс-минус так же. Как вы видите по этому бою, это прям вот, это, ну, нельзя это отрицать, что он играется нормально, если его нормально применять. Я не спорю, что внизу списка, если вы окажетесь, вас будут шатать налево-направо. Это факт. Стволы такие против вас играют, против которых у вас нечего противопоставить, кроме как первого выстрела. Если вы первым выстрелите, то, может быть, вам как-нибудь повезет. Ну, и заехав на точку А, я начинаю ее захватывать, разворачиваюсь в сторону противника. Вижу, что сзади кто-то стреляет. Это, оказывается, 34-ка вражеская, которая здесь тусила, кстати говоря. Никто почему-то не видит. Вот Пазик-4 катается вот рядом со мной и не видит 34-ку, по которой стреляют. Ну, я его вижу, поэтому поднимаю ствол, стреляю ему в ЛД, все пробиваю, взрываю, вот он разносит на атомы, расщепляет и параллельную вселенную куда-то отправляет, потому что таки КВ по-другому и не может. Хотя, знаете, бывает. В Вартандере случаются моменты, когда КВ-2 ничего не делает. То есть ты вроде выстрелил в танк, а сбил ему, например, только гусеницу и сломал ствол. Хотя понятное дело, да, что в реальной жизни, если с такой хренью попасть даже в Абрамс сейчас, да, в современный танк, но я думаю, Абрамсу будет довольно плохо. И, скорее всего, его просто покинет экипаж и убежит, но такой механики в Вартандере у нас нет. Поэтому мы можем полагаться только на пробой, либо на подрыв какой-нибудь боекомплекта одним маленьким осколочком или что-то типа того. В общем, друзья, активный геймплей, хотя я говорил, что я про него не буду говорить, но все-таки я про него скажу. Активный геймплей — это наше все. Играйте активно, умейте танковать, изучайте ТТХ танков. Это все можно посмотреть в ангаре. Также в ангаре можно и посмотреть, куда и как пробивается, вражеские танки. Смотрите на карту, вертите камеры, слушайте звуки, потому что вы можете по звуку выстрела определить, где противник, по звуку двигателя определить, где противник. И так далее, и так далее. Ребят, все эти вроде бы как элементарные вещи, они реально помогают тащить. Но почему-то многие на них забивают. Типа, да я и так это знаю, что ты меня учишь тут, ну бас вонючий картавый. Я знаю, ребят, что многие из вас так думают, но тем не менее, почему-то никто этим не пользуется. В рандоме, когда заходишь на стриме, играешь, играешь, а как бы смотришь, чувак, ты что вообще без звука играешь, без экрана вообще, с выключенным экраном, как-то, не знаю, на интуицию как-то катаешься, что вообще непонятно, как люди иногда играют. Поэтому, друзья, я для этого вам и повторяю эти самые правила. Ну и пока я это все вам говорил, я выдвигаюсь в сторону вражеского респауна, вижу 34-очка, несущаяся по полю, даю ему замечательный выстрел в борт, забираю, и тем временем у нас, друзья, с вами 3 захвата, 9 фрагов и 1 асист. Это при том, что большую часть боя я провел с инвалидным экипажем, то есть у меня полтора, даже меньше, чем полтора полных хп на экипаж, на весь. Вообще, отвратительная перезарядка, потому что она с полным экипажем 35 секунд, а без полного экипажа там больше минут, по-моему, если мне память не изменяет. То есть вообще ужас. Я танковал всех врагов, которые в меня стреляли, да, там что-то у меня прилетало, тут уже никуда не денешься. Поэтому у нас, в принципе, все и получилось, поэтому и получился такой результат. И под конец боя я замечаю еще одну 34-чек, который поджался под камушек, я выкатываюсь ромбом на него, в надежде на то, что он меня не пробьет. Хотя он меня мог выстрелить просто в комбашенку и забрать. Но при этом он что-то испугался, поехал назад. В общем, я так и не понял, что он сделал. Поплатился он этим самым делом. Я ему убиваю в пулемет. И на этом бой заканчивается. Надеюсь, друзья, он вам понравился. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, в Дискорд, на мой твич-канал, подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. Играйте активно, играйте классно, набивайте кучу фрагов. С вами был Паша Фриман. Всем удачи и пока-пока.